здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко на дворе практически лето и мы с вами естественно задумываемся о том что делать с детьми которых нужно оздоравливать ну и не каждый наверно может позволить себе отправить своего ребенка куда-нибудь далеко к морю ну или по крайней мере собирается отправить но пока это не скоро можно побывать в лагере причем в лагере дневного пребывания у нас сегодня в студии в гостях в программе открытый диалог начальник лагеря дневного пребывания радуга яна владимировна анонимна здравствуйте яна владимировна добрый день ну я так понимаю что но то что лагерь детский лагерь это все замечательно хорошо вот ключевое это дневное пребывание то есть в школе это называлось раньше по моему и за сейчас есть такой продленка да когда вот заканчивали занятия родители только вечером тебя могут забрать и ты в общем то еще живи даже какие-то были кровати по-разному было а лагерь это именно обычный детский лагерь только вот на территории городского круга люберцы верно верно и на территории у каждой школы так происходит лагерь дневного пребывания то есть как бы филиал я бы не сказал что это филиал это отношение имеет напрямую к нашей гимназии 56 детей принимают с первого числа по 30 число 21 день ребенок находится в лагере дневного пребывания несколько смен это июнь июля в да так будет или мы имеем одну смену одну июнь до июнь так хорошо и работает то есть коль речь идет у нас о первом июне то сейчас уже время подавать документы мы об этом естественно поговорим чем отличается лагерь дневного пребывания от лагеря где-нибудь там за пределами далеко куда-нибудь родители отправили своего ребенка лагерь дневного пребывания отличается тем что дети приходят к 8 30 утра и до 16 30 вечера они находятся в нашем лагере лагерь обычный предполагает еще второй сон да то есть это вечерний родители не забирают ребенка домой у нас родители после 16 30 забирают ребеночка своего домой и он находится там спит второй сон я вас есть какой-то сон конечно днем днем с 12 13 с часу какой вообще режим лагеря как работают вот 8 8 30 прием детей заполнение табелей после этого зарядка обязательно потом питание первое завтрак после этого отрядные мероприятия соревнования конкурсы кружки соответственно после обед 30 минут на то чтобы прийти в себя после обеда сделать необходимые водные процедуры и уйти на сон так час до час выспаться после отдохнуть набраться сил после этого опять отрядные мероприятия кружки и секции полдник и и и по после этого да здравствуйте родители да здравствуйте родители какой бы хороший день я вас слушаю прям вот так хочется тоже так вот расслабиться я так понимаю что даже можно ребенку только зубы почистить умыться с утра привести в порядок и сразу привести к вам там будет еще и зарядка и завтраком накормят и это полноценный день прекрасно хорошо и на сегодняшний день сколько это как вот там койки какие-то стоят также будет один отряд или как или во первых у каждой школы существует своя численность у нас на сегодняшний день это 80 человек 80 поделены эти дети на 4 отряда независимо от отряда они распределяются на спальне по гендерному типу мальчики и девочки где предоставляется сегодня вместо белье постельное где можно переодеться оставить вещи для сна ну и спокойно прилечь отдохнуть я так понимаю тоже систему у нас уже давно работает или в этом году какие-то изменения эта система работает очень давно это еще система работает советских времен и продолжает свою работу в школе у нас на не прекращая свою работу за исключением нескольких лет и вот вы горите 80 человек это люди которые уже подали да да они уже занесены память а путевка как это приобретается она покупается в школе или она бесплатная или какие-то разные есть варианты как идет дети льготных категорий имеют право подать через портал рпг у документы пакет документов заявления после этого их принимают такое учреждение родители которые не льготных категорий приобретают данную путевку за свои собственные денежные средства а где можно найти эту путевку какие-то предложения там отдых городском и детский отдых городском и к каждой школа размещает на сайте объявления и посещая дети посещающие нашу гимназию соответственно родители видят эти объявления и обращаются к нам но я могу сказать так что дети которые регулярно посещают наш лагерь они стоят в первых рядах а даже так то есть еще не успевать закончится смена как уже дети хотят записаться через год на следующую сменку а приходят дети в основном которые учатся в гимназии или это необязательное условие чтобы учился именно в гимназии дети приходят которые посещают гимназию потому что вы вся привилегия должна отдаваться тем детям которые обучаются в этой школе могут какие-то быть и могут быть из другой залетные ребят могут быть из другой школы ребята из нашего городского округа главное городского куда хорошо и я так понимаю что сейчас уже документы бессмысленно подавать ну я не знаю про другие образовательные учреждения отдых каким образом вы укомплектован но укомплектованы полностью поэтому ищите как мы поняли много школ городском окрилиберса который проводит вот такой лагерь дневного пребывания радуга я вадим на конечно будет много вопросов начнем самого простого про деньги мы уже поговорили все очень похоже на такой бюджетный и небюджетный вариант там уже родители разберутся готовы ли нет оплатить то есть они платят из-за еду из-за приживания ну то есть такой вот как за обычный лагерь платят да немного неверно они оплачивают исключительно только трехразовое питание завтрак обед и полдень полдень да да все остальное они не оплачивать вот видите как уже хорошо то есть на чем-то хоть идет экономия давайте тогда поговорим о самом важном а еде потому что еда это очень важно она отличается от той еды которая в гимназии или она какая-то будет другая это такое же десятидневное цикличное меню в соответствии с сезонностью ну и что в него входит котлетка там бывает попадает какая-нибудь ну конечно макароны пюре макароны мясо это обязательно курица или говядина все готовится определенным образом ничего соответственно не жарится такая такой такое питание подходит для всех детей зож скажем почти зож да но это вкусно ну да потому что важно чтобы было вкусно по-домашнему почему потому что в лагере я помню от этого тоже очень многое зависело если вкусно готовили будут мне иногда и порция перепадала еще какая-нибудь вот а если не очень вкусно готовили это сразу какой-то такой но не очень большой но неприятный момент поэтому питание почему и спросил такой важный момент теперь давайте поговорим о конечно мы поговорим о мероприятиях вот во второй части что входит в мероприятие а кто работает в детском лагере что это за люди то опять же работники гимназии которых заставили ты будешь и летом у нас работать или как да это являются работники гимназии которые работают в этом лагере в июне никто нашу работу не отменяет мы также продолжаем работать люди проходят специализированное обучение разница между конечно просто учебным процессом и лагерем ну давайте начнем с того что большинство людей которые работают в школах они еще имеют вожатскую систему старую и одна это им не нужно заканчивать каких-то курсов повышение квалификации но курсы от роспотребнадзора по сам гигиене обязательно для того чтобы это сделать то есть все необходимые документы у тех людей которые будут контактировать с ребятами имею ввиду весь персонал конечно и обслуживающие и преподавательские они у нас задокументированы а кто эти люди потому что я же помню что мы вспоминали советские времена я же оттуда я помню что всегда была воспитательница или воспитатель и вожатый либо вожатая и тут уже зависит от того какой вожатый нравится не нравится воспитательница нравится не нравится и так далее но целая такая была огромное количество всяких эмоций было потом ты еще смотрел на соседний отряд кто как как там значит работает воспитатель или пионер вожатый тогда говорить сегодня какая система кто руководит отрядом отрядом руководят преподаватели педагоги частности то учителя начальных классов они на базе своих детей если ты преподаватель вторых классов ты соответственно встаешь на второй отряд где твои дети если ты первых классов то первый отряд ну да то есть они уже знают как как да но бывает так что дети приходят и старшей школы потому что возраст детей от 7 до 15 лет ну и соответственно там уже тогда привлекаются другие преподаватели старший отряд тоже есть старшие отряды есть но опять это все зависит от того как родители подавали документы кого мы взяли хотели ли взрослые дети посещать на данный момент данное учреждение в этом году деток взрослых мало но большая часть составляет все равно дети от 7 до 10 лет ну да это еще тот возраст когда особо особо не выпендриваются 1 1 1 4 класса в каждом возрасте своей особенности есть и приятные моменты их больше с маленькими детьми но более до организаторский я понимаю чем идет речь и мероприятия не заторский именно выполняет больше педагог просит их что-то выполнить раздает им какие-то особые задания поручения помогает им во всем говорим чем они будут заниматься а вот со взрослыми уже будет сложнее со старшими нет я не думаю что но другая методика должна быть другая методика и здесь заключается все в том что дети мотивируются и самостоятельно выполняет уже задание например день посвящен красоте что делать в такой день и вот ребята придумывают различные себе конкурсы задумки до преподаватель здесь наводит на мысль а дети и и поняда фантазирует понятно ну что сделаем сейчас небольшую паузу напомню что лагерь уже набран но тем не менее в городском регулиберце еще если вы вдруг как-то хотя я думаю что родители как правило гораздо заранее все это делать тем не менее мало ли как семейные обстоятельства сложились вот мы просто на примере дневного лагеря дневного пребывания радуга начальник которого яна владимировна она него здесь у нас в студии находится рассказывал вам а вот таком варианте летнего отдыха что называется не отходя далеко от дома и родители вроде бы недалеко но при этом ребенок получают но совсем другие эмоции а так бы он сидел может быть дома да может быть бабушка да может быть во дворе но немножко другие эмоции сейчас делаем небольшую паузу после чего узнаем о какие мероприятия там проходят чем можно заинтересовать ребенка в течение вот всей этой лагерной смены чтобы у него было желание записаться на следующий год сделаем паузу и вернемся напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас в гостях начальник лагеря дневного пребывания радуга городском округе люберцы яна владимировна на него на базе школы гимназии номер 56 номер 56 вот теперь давайте поговорим мы выяснили что трехразовое питание если вы не в бюджет не попадаете значит вам нужно было за него заплатить нормальное современное школьное питание кстати а могут родители что-то ребенку дать с собой там яблочко какой можно конечно дать ему яблочко с собой но это нежелательно как нужно соблюдать определенный режим и с него не сбиваться яблочки дают там свои наполнники между фрукты фрукты и овощи в обязательном порядке потому что основная цель это оздоровление возвращаемся к теме то что происходит между едой мы выяснили что есть сон что даже есть утренняя зарядка ребенка можно что называется на руках практически принести из дома лишь бы он проснулся и там значит все придет в порядок и его покормят и утреннюю зарядку сделать а потом начинается мероприятие вот это не такой самый важный момент что это за мероприятие кто их планирует как это все выглядит на базе нашей школы проходят кружки спортивные музыкальные кружки изобразительного искусства они работают вообще все время но в данном случае именно для лагеря данном случае только для лагеря для этих 80 человек которых вот мы набрали персонально так плюс ко всему гимназия оборудована прекрасным стадионом для проведения спортивных мероприятий массовых мероприятий флешмобов прекрасным актовым залом для проведения музыкальных и концертных галоконцертных мероприятий спектакли театральные театральная направленность у нас точно также имеется расположен прекрасный исторический музей для занятия в историческом кружке огромное спасибо людям которые нам помогают и приносят исторические вещи как интересно да наш музей и благодаря этому дети много чего узнают точно также кабинеты имеют необходимое оборудование для проведения и лепки и изобразительного искусства и точно также музыкальных занятий но вот интересно все таки это всего лишь на ну до 30 числа работают да а вы такой список огромный перечислили за каждый из этих за каждым из этих кружков стоят люди то есть они уже записались или это кружки которые будут предложены по ходу отдыха это кружки которые предлагаются по ходу отдыха ребенок имеет право посещать то что он хочет на каждый отряд уделяется определенное внимание специалисты но это же довольно затратно 80 человек 4 отряда 4 4 по 20 человек до по 20 человек то есть 20 человек и и такой огромный выбор и наверное есть какие-то спортивные состязания когда может быть весь отряд участвую до что-то часто от весь лагерь весь лагерь до участвует лагерь на лагерь лайкла а еще и лайк вот еще и сюда лагер на лагерь так это можно какой-нибудь к вен устроить или какой-нибудь и квесты а что квесты у вас входят это могут быть поисковые квесты это могут быть квесты загадки вот я к чему веду такой большой должен быть потенциал у тех людей возвращаясь к тем кто работает да потому что мало того что педагог преподаватель учитель это одна история но скажем если это кружок по изобразительному искусству это другая история значит ну тренер понятно это видимо связано тоже с гимназии учитель спорта наверное скорее всего да вот где столько людей то взять чтобы получилось все хорошо чтобы дети были не просто были это же какой выбор так ты приходишь те говорят сегодня нас будет только лепка во всех четырех отрядах и вот все четыре отряда лепит а у вас разнообразие где вы столько людей набрали это педагоги гимназии это не люди которых мы нанимаем даже страны это педагоги нашей гимназии то есть вы таким образом как бы дарите детям еще один месяц но уже даже такого образования еще более расслабленного с отдыхом со сном то есть без элемента учебы вот то что все таки даже десятилетия к десяти десяти годам иногда человек устает конечно же иногда здесь стоит задуматься о том какой профиль носит смена в этом году институт детства разработал единую общую программу для всех лагерей неважно дневного ли это пребывание или это обычный лагерь поэтому мы теперь придерживаемся данной программы так и что за программа у нас программа воспитания детей в оздоровительных летних учреждений на проблем направленность программа какая-то каждый год раз на что там включает себя определенное количество модулей и в соответствии с этими модулями мы строим уже свой план действий поэтому каждый день у ребенка расписан и каждый день посвящается чему-либо например это может быть 1 июня день защиты детей и соответственно под это подбирается определенный ряд мероприятий конкурсов когда же открытие лагеря фактически вас будет 1 1 июня все таки это праздник и мы посвящаем его празднику 2 2 числа тоже открытие так будет более логично два дня праздника туда 22 дня праздника во первых первый день дети должны друг с дружкой познакомиться потому что они хоть из одной организации но они из разных классов им нужно сдружиться и нужно выбрать и название команды и речевку и девиз все должны отрепетировать и чтобы им уже на следующий день нужно было выступать и показать и показать себя и показать свой отряд и показать какие-то свои достижения в этой области может быть даже найти каких-то певцов танцоров а ну как это всегда балетов те которые потом становятся звездами лагеря концу смены уже да конечно я так понимаю что вы говорите вот модули то есть вы не все ожидая на модуле должны вставлять свою работу вы выбираете те которые вам интересны или существует программа именно по которой но как бы спущенная сверху вы должны по ней работать у нас сейчас максимально все приравнивается к тому что выполнить единый стандарт до максимально единым стандартам то есть правильно понимаю что проверки какие то есть но например не только про ваш лагерь и вообще про систему до приезжают какие то люди проверяют насколько все проходит и так далее ты сейчас страны таких жестких родителей чтобы все было хорошо конечно конечно проверяют в обязательном порядке проверяется работа функционирования лагеря до смены так насколько он может функционировать так не насколько он может а насколько он должен функционировать и соответствует требованиям санпин Это и Роспотребнадзор, и Управление образованием, и пожарная служба. Ну, все, кто должен этим заниматься. Да. Что касается уже самой смены, чаще это бывает Роспотребнадзор, который снимает определенные пробы с питания, с воды. До этого мы снимаем пробы, после этого мы снимаем пробы, когда начинается смена уже. То есть все строго контролируется, что все должно быть в соответствии. И так не только в вашем лагере, но и везде. Это все лагеря должны таким образом функционировать. Хорошо. Я так понимаю, что вы входите в эту общую систему, то есть какие-то проводятся, если нужно, совещания, в принципе, на более высоком уровне между директоратом, что у кого идет, или как? Или вы немножко существуете сами по себе? Нет. Управление образованием проводит обязательно совещания. Роспотребнадзор проводит обязательно совещания, где все разъясняется, высылается определенный пакет документов, что нужно контролировать, что нужно прочитать, где нужно ознакомиться. То есть все контролируется со стороны государства, чтобы дети не только отдыхали, но и отдыхали по всем необходимым параметрам. И были здоровы. Да, и были здоровы. Вот, кстати, о здоровье, медицинская составляющая. Почему я не зря спросил про яблочко, могут ли они принести, я имею в виду, из дома что-то, или добрая бабушка, или добрая мама, какой-нибудь бутерброд, я помню, мне давали такой завороченный в кучу бумаги. Вот медицинские работники, потому что все-таки детей много, лето, в зависимости еще от погоды, где-то, может, простыл или еще что-то. А насколько медицинский вопрос продуман особо для вот такой системы дневного пребывания? Школа заключает контракт с медицинским учреждением, с медсестрой, которая функционирует с нами вместе 21 день. То есть она на работе у вас? Конечно. В первые дни это вес отмечается у ребенка, рост. Ну, соответственно, она ведет какую-то свою определенную документацию. И после этого, когда заканчивается смена... Мы смотрим, сколько прибавил в весе, сколько в росте прибавил. Ну, и независимо от того, что ребенок посещает лагерь, и если какие-то случаются травмы, то, соответственно, всегда есть медицинский работник. Хорошо. Ну и в финале все равно, я помню, какие-то грамоты давали. Как вот с вознаграждением, назовем его так, какие-то, может быть, призы в конкурсах, какие-то подарки незамысловатые, а может быть, замысловатые, может быть, грамоты какие-то. Это все тоже продумано? Грамоты вручаются. Вручаются многим детям, которые преуспевающие были в лагере. У каждого ребенка за определенные мероприятия есть этот набор грамот за какие-то свои победы. Ни одного ребенка, ушедшего без... Без чего-нибудь нет. Без чего-нибудь нет, да. Мы же знаем, что это очень важный момент, потому что, когда тебя заметили, когда тебя отметили, пускай даже просто вот что-то не получилось, там второе, третье место, а у вас же квесты, спортивные какие-то соревнования, театральные постановки. У меня еще такой вопрос. А родители куда-то приглашаются, например, ну, если там спортивное состязание, кто будет болеть? Или, например, какая-то постановка там ближе к финалу, ну, я условно говорю, или тот же КВН. Или это только дети присутствуют? Все-таки лагерь организовывается для детей. То есть это внутреннее дело детей? Это внутреннее дело детей, а отчетность о работе родители могут увидеть на сайте. Ага, то есть они даже могут еще видеть, что там происходит внутри. Ну, помимо того, что им ребенок рассказывает. Вот. И такой вариант, что они должны забирать ребенка, да, в 16.30 заканчивается у вас, да, то есть какое-то время. Ну, в общем-то, такой, как почти школьный подход для маленьких детей, наверное, прежде всего. В завершение нашего разговора, а какие сегодня есть проблемы вот у лагеря? Может, что-то не хватает? Есть ли какие-то, может быть, подшефные организации, которые участвуют в этом? Или все идет по какой-то общей такой системе? Ну, фантазии и мечты есть, наверное, у каждого. Хотелось бы такое и так. И хочется что-то улучшить, хочется сделать что-то более комфортным. Уютным. Уютным, да, более разнообразным. Ну, основная задача выполняется, и поэтому... Нареканий нет. Ну, раз дети записываются, даже не родители, ладно бы родители записывали. Им, может быть, иногда и хорошо записал, и месяц вроде как немножко ответственность с себя снял. А другое дело, когда сами дети хотят и записываются. Я хочу пожелать вам, вашему коллективу, который совсем скоро, прям с дня защиты детей приступает к этой сложной, ответственной работе, она все-таки отличается от обычной школьной. Вам удачи, хорошо помочь отдохнуть детям. А если дети хорошо отдыхают, то, наверное, и у преподавателей, и у учителей, и у вожатов тоже все хорошо получается. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Напомню, что у нас в гостях была начальник лагеря дневного пребывания «Радуга» городского круголюберца Яна Владимировна Ананева. Это не единственный лагерь на территории Московской области, конечно же, городского круголюберца. Так что, если вы вдруг как-то озаботились, куда пристроить своего ребенка, возможно, вы найдете еще какую-нибудь школу, где вот работает такой лагерь дневного пребывания. А в «Радуге» места уже нет. Это была программа «Открытый диалог». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова